здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема малина что с ней нужно сделать осенью обратите внимание малина с прекрасными листьями они конечно уже пожухли от заморозков но тем не менее пятен на них нет точек на них нет никаких разводов на них нету почему да потому что лечить надо время от времени кормить надо поить надо чтобы мализа не ползала куда ни попадя естественно вот то что вы даете питание малине заставит ее находиться все время в том месте где вы это питание даете но речь сегодня пойдет о том как ее подготовить к зиме даже при самой маленькой угрозе каких-то там пятен разводов и так далее пожелтение на листьях малины конечно нужно уже даже сейчас пока она не сбросила листья можно опрыскать бордоской жидкостью 0,5 0,5 процентная так правильно сказать совершенно безопасный раствор для любых растений кустарников и прочих поэтому разводите опрыскивайте чтобы у вас сад сейчас тот который не сбросил листья это еще и смородины это и малины а все это должно быть слегка голубого цвета но кроме того что вы опрыскаете все это да полечив своей красавицу малину вы еще должны помнить что впереди зима она может быть бесснежная но она может быть и очень снежная в этом году сибирякам обещают много снега значит ее как-то надо спасти есть несколько способов можно конечно ее пригнуть да вот я этого никогда не делаю потому что когда делала раньше то малина как вы не старательно ее там еще не в мороз пытаетесь пригнуть все равно ломается она на половине веток достаточно еще сильное видимо сокодвижение и сделать это безболезненно для кустарников этих очень и очень сложно поэтому я нашла другой способ менее более щадящий и менее опасной для малины вот смотрите я собираю ее в пучок не важно сколько пучков и на каком месте у вас будет это уже дело пятое собираю в пучок и ее нужно завязать вот это не очень удобно делать перчатках ну я попробую не в одну конечно ниточку посмотрите завяжите ее как следует чтобы никакие ветры ваши бантики не сорвали и не развязали и не очень туго чтобы не пережать ей стволы потому что еще сколько движения видимо не закончилось все завязали на бантик но посмотрите макушки естественно разошлись в разные стороны ветер их разбатает да и они вот в таком вот положении будут если будет снегопад он начнет давить сюда и конечно он ее попытается сломать эти ветки поэтому вторую вязку сделаете вот здесь для того чтобы снег если и нападает много он просто бы скатывался и падал то есть завязываем в двух местах вот так вот так я сказала понятно вот смотрите две завязки здесь и она будет стоять очень крепко потому что это хорошо гнущиеся растения и никакого вреда ей не доставят никакие снегопады она выстоит и потом находясь в связанном состоянии все-таки снег будет вокруг нее а это будет уже дополнительная защита от ветров ведь не мороз страшен а ветер холодный он иссушивает древесину он приносит много беды поэтому не забудьте что обработать обязательно связать обязательно но пригибать не обязательно правда мне жалко будет очень много всяких проблем и обратите внимание на стволы малины посмотрите это конечно моя любимица эта шапка мономаха посмотрите на стволах нет никаких разводов и нет никаких розовых пятен она совершенно здорово наконец-то крысы оставили ее в покое и она вот отрастает вот такой густой зеленой массой а какая у меня малина вы уже все видели и я вам желаю точно такой же ну всего доброго и до свидания на этом а и и и